приветствую дорогие но это традиционнейший обзор про мысль кику предстоящий уже номер 10 серии ходячих мертвецов и нам традиционно продюсеры доказывают кто они такие есть потому что все самые важные моменты которые там будут нам уже в принципе показали если вы не абсолютный ноль в этой вселенной то вы я думаю скорее всего сможете сопоставить все и как и сложить что же будет данной серии и так нам начали показывают не страшного бета у которой явно задумал что-то неладное конечно ему надо теперь во что бы то ни стало найти эту самую гамму которая теперь с подачи нигана считают предательницей он идет фургону брату близнецу там во в котором когда-то ниган катал рика конечно это не он тот рик взорвал рядом со светилищем сто лет назад но в этот бета входит и мы видим здесь внутри двух его молчаливых друзей они явно сидели на посту играли в картишки иногда возможно бегали за пивом следя по одному чтобы никто левый не пресек и границу и фургон то вроде как и фургон сам себе чего в нем то такого а в нем оказывается еще есть и секретик а секретик то не простой а с длиннющим туннелем причем таким туннелем что даже кажется иногда что в нем сделали даже цементный пол по крайней мере у меня складывается такое ощущение когда об этом на него приземляется как-то он очень твердо на него прыгает сколько километров в этом туннеле сколько времени его рыли шепчутся и самое важное зачем нам конечно же никто никак я думаю не соизволит объяснить ясно одно один данте это сделать не смог бы незаметно за проведенные четыре месяца в стенах александрии чую я что нас ждет еще одна может сказать огромнейшая сценарная дыра размером целый туннель да женская логика на такая анжела канк вероятно любит показать все широко и богато а вот средства с помощью чего собственно было достигнуто это вероятно у нее оказывается за скупками если даже принять что шепоты прорыли это метро лопатами за четыре месяца остается все равно неясно столь невероятная необходимость этого пути этот туннель все равно может помочь шепчемся лишь в начале пока дыру в земле не обнаружит но позже все равно какой-нибудь постовой увидит чужаков и начнется тревога после которой те немногие кто успеют пролезть окажутся атакованными короче у альфы вероятно действительно что-то вроде дара убеждения поскольку иначе я совсем не понимаю тех безвольных которые согласились на эту каторгу копать туннель руками на несколько километров вообще же из права можно понять что именно ночь длинных ножей в этой серии устроит бета но нейма в александрии но для начала с утра туда придет предательница гамма которая расскажет нашим где провалились те же наши конечно же ей мало кто будет сразу верить и отец г даже возьмет ее в клетку нигана чтобы поиграть в злого батюшку для этого он даже вытащит свой потайной инструмент и заставит гамму раскрыть ротик обзорщик форбса говорил что здесь мы увидим самого отбитого габи за все время что якобы его шиза из-за которой он прикончил дантеса продолжится и на бедной гамме если я ничего не путаю габи должен будет жестко пытать гамму угрожая вырвать ей то ли ногти то ли зубы так или иначе но габи должен будет вместе со скотом потом пойти на разведку наверное этой ямы но вероятно ничего не найдет и вернется обратно хотя можно вспомнить что во всех старых промо где нам показывают войну уже шепчемся возле хилтопа там как-то габриэля то и ни разу не было видно а все кадры вообще из форма что были они как раз из этих первых серий и это наводит на мысль что возможно из этого своего похода уже габриэль как-то и не вернется может быть его заметут шепчущийся в качестве пленника а может и вовсе того вангую в этой серии много ноунеймов поляжет ночью от рук беты и компании даже крошка какого будет подвержена риску быть украденной но грозная мамита розита успеет ее спасти еще один кейс серии будет сосредоточен на путешествие дэрила он действительно вернется к тому самому ходу где они все и упали оказывается шепчешься там у входа все еще много и к ним снова присоединилась мама альфа более того из отрывка даже складывается впечатление что альфа специально выводит из пещеры все стадо чтобы скорее всего направить его в новое место возможно она теперь просто хочет перепрятать его потому что нынешнее его положение больше не секрет но вернее всего альфа просто готовит свой главный козырь во всеоружие возможно это орда уже скоро сметет ворота александрии уже получивший ночной урон от беты и компании мы же знаем из промо что в будущем почему-то все силы в том числе александрии почему-то окажутся в хилтопе и будут его защищать возможно в этот момент уже александрия будет вся лежать в руинах еще из промо становится ясно что дэрил не просто будет наблюдать за альфой компании он наверняка попытается выждать момент когда альфа окажется одна или перебьет ее окружение по одному мне сложно понять по фото почему альфа придет на старую заброшенную автозаправку 1 но так она будет потому что в другом промо мы видели ее раненую там и она ударами своего обреза специально подзывала ходячих промо есть и раненый дэрил который также скорее всего там старом видео видно что кто-то одетый как зомби отбивается от мертвецов встав на машину может это дэрил специально переодевшийся шепчущимся чтобы пройти сквозь стадо подозванная альфой так или иначе но тот же форм своей рецензии без спойлеров указывал на драку альфы дэрила в этой серии что она даже как-то привлечет внимание пропавшего ранее персонажа вероятно лидии посмотрим же как будет на самом деле что друзья давайте ожидать уже десятую серию ходячих мертвецов я вам напомню что те обзорщики что уже ее посмотрели характеризуют ее как возможно самую страшную за весь прошедший сезон говорят что в ней будет много очень очень много хоррор моментов как раз таки из классических слэшеров например пятница 13 с тем же самым джейсоном вурхизом да или кожным лицом на которое очень сильно пытается быть похож наш о страшной бета который мне все равно напоминает больше песика ну что давайте ожидать серию пишите ваше мнение по поводу нее давайте ждать вместе любите нигана подписывайтесь на данный канал спасибо что вы со мной пока